Виртуальная помощница Алиса запутать может даже продвинутого пользователя, а не опытного юзера тем более. Пенсионеров это не пугает. Апгрейдить свои знания они приходят на курсы компьютерной грамотности для начинающих. Проект в Звенигородской библиотеке работает уже 6 лет. Вот литературный клуб. Новости. Римма Глазкова много лет работала экскурсоводом. Рассказать историю может о любом уголке города. Раньше свои выступления она всегда записывала в тетрадь. Эту привычку применяет и на уроках. Признается, пока карандашу и листку доверяет больше, чем гаджетам. Я имею тетрадь, где записываю, чтобы переслать, допустим, фото, или чтобы брать лишние снимки. И вот благодаря Борису Владимировичу я уже умею этим пользоваться. Группы небольшие, 3-4 человека. Подход индивидуальный. Каждый может принести свои девайсы или воспользоваться оборудованием библиотеки. Во время занятий у слушателей часто возникают вопросы. Например, как стать активным пользователем социальных сетей, как зарегистрироваться на сайте госуслуг. Обычно к нам приходят люди, узнавая об этих курсах еще и через наших партнеров. Это совет ветеранов города и отдел социальной защиты, куда они тоже могут обратиться. Там формируется определенная очередь такая, потому что сразу всех мы, конечно, охватить не можем. Ну и в течение двух, трех, иногда пяти занятий, в принципе, люди осваивают то, что им нужно и продолжают активно работать с компьютером. В 2014 году Звенигородская библиотека получила за этот проект премию губернатора Московской области «Наша Подмосковья». В последнее время появляются новые направления для занятости людей старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие». Пенсионеры общаются в литературных клубах, печатают свои стихи, и жизнь в библиотеке кипит. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».